Здравствуйте дорогие друзья! Наконец-то пришла очередь этого видео. Если вы первый раз на моем канале, добро пожаловать! Это видео будет о использовании желчи с акварелью. Для таких экспериментов я всегда приобретаю дешевую акварель. Это фирма Art District. Дешевле вы наверное не найдете. И дешевые кисточки. Но я использую только хорошую желчь. Это желчь фирмы Винза Ньютон. И это считается одной из самых очищенных желчей. Я разбавляю эту желчь в этой маленькой баночке примерно один к одному. То есть одна порция желчи, одна порция воды. Можно эту желчь добавить и в воду, в которой вы моете кисточку. В моем прошлом видео по этому способу, по этому стилю рисования я именно так и сделала. Но на это у меня ушла целая баночка желчи. Поэтому сейчас я решила работать более экономно. Поэтому я развела желчь в более маленькой баночке. А кисточку буду мыть в обыкновенной воде. А дальше я буду делать все так, как будто бы это было масло. Как будто бы эту картину я рисовала маслом. И я точно так развожу эти краски. Сначала немножечко жиденько, чтобы нанести первый слой. И вы видите, как эта краска хорошо идет. Даже не подумайте, что это самая обыкновенная акварель. Это не гуашь, это не акрил, а это самая обыкновенная акварель. Вы по видео, в принципе, сами будете видеть все, что я делаю. А я воспользуюсь случаем и отвечу на вопросы, связанные вот именно с этой техникой. Почему эта техника не получила продолжение? Почему в данный момент эта техника мертва? Была группа художников, которые вот это изобрели и которые так рисовали. И один из этих художников был Джон Раскин, английский художник. Он также был и писатель, и критик. И именно он описал эту технику и сделал популярной в те времена. И когда вы смотрите на английские картины тех времен, это времена Вильяма Тернера, и написано, что эта картина была сделана акварелью, вот так была нарисована та картина, именно вот этой техникой. А теперь ответ на вопрос. Со временем желчь заставляет эти краски тускнеть. И еще во время жизни художника, например, в течение пяти лет, эти картины тускнели и ставали просто серыми. И люди, которые эти картины покупали, естественно, требовали свои деньги, потому что они заплатили за картину, которая похожа на масло, а через несколько лет эта картина, в принципе, исчезает на ваших глазах. Поэтому эта техника не получила широкого распространения. С тех времен сохранились, хорошо сохранились только те работы, которые не были на свету, не были на воздухе. То есть это работы в альбомах каких-то, или работы, которые где-то в каких-то хранилищах хранились. Работы, которые были вставлены рамой и висели на стенах, они потускнели. Конечно, многие из них дошли до нашего времени, но это уже не тот цвет, который был в начале. Я совсем забыла сказать вам, что я рисую. Я рисую кошку. У моей мамы когда-то была кошка, это какая-то там ирландская серебряная кошка. Она очень маленького размера. Наверное, в два раза меньше, чем обычные кошки. Теперь другой вопрос, какой белый использовать. Использовать надо китайский белый. Китайский белый основан на цинке, по-моему, оно называется окись цинка, и смешанный с гамм-эробик. И когда этот белый высыхает, он становится прозрачный, поэтому он не создает мутности. Если вы используете титановый белый, то титановый белый не прозрачный, и он создает туман. Гуашь использовать нельзя, потому что гуашь еще хуже, чем титановый белый. Гуашь основана на меле. В принципе, гуашь это крашеный мел, поэтому гуашь будет создавать грязные цвета. Я хочу признаться, что то, что я сейчас говорю, это то, что я вычитала. Я на самом деле никогда не использовала гуашь для этой техники. И на своем практическом опыте я не убедилась, правильно это или неправильно. Вообще, это очень приятный способ создания картины. Краска ложится очень легко, легко прилипает, быстро высыхает. Мне это очень нравится. Не теряет свою прозрачность. То есть, когда я наношу новый слой, то даже если краска густая, все равно, когда высыхает, предыдущий слой проходит. И мне нравится, как он проходит, потому что он не такой яркий, не такой заметный, но явно присутствие предыдущего слоя. Я сейчас пытаюсь работать импрессионистским образом. Вы, наверное, это уже поняли. Но чем-то весь этот процесс напоминает мне фламандский стиль. Когда рисуют акварелью, извините, когда рисуют маслом послойно. Когда это масло разбавляется до более такого жидкого состояния и наносится один слой на второй слой. У них иногда там 60 слоев может быть. И весь этот смысл в том, чтобы эти слои просвещались друг через друга. У меня летом будет больше времени, и я надеюсь попробовать нарисовать картину вот в этом стиле. Акварелью я имею в виду, пользуясь желчи. Но именно в афламандском стиле, когда первый слой создается только с использованием чистой умбры. А потом сверху идет серый слой, его называют мертвый слой. И только потом идут цветные слои. Не знаю, что с этого получится, но желание попробовать есть. Я сейчас попробую сравнить этот способ с гуашью. Когда мы работаем гуашью, можно сказать, подобным образом, то первый слой гуаши размывается. То есть, если у вас есть слой краски гуашевой, а потом мы сверху накладываем другой, то они начинают размываться и смешиваться. Даже если гуашь была полностью сухая, то эти слои не смешиваются. Когда краска высохла, высыхает она прям под кисточкой очень быстро. И когда вы наносите второй слой, то эти краски не смешиваются. Предыдущий слой просвещается, но не смешивается. Из-за этого не получается грязи. Чем больше я продолжаю работать в этом стиле, тем больше я убеждаюсь, что этот стиль все-таки очень похож на работу с маслом. При смешивании с желчью сначала краска кажется жидкой, но она очень быстро начинает высыхать и становится тягучей. И надо прилагать усилие, чтобы ее растянуть. Точно как в масле. Поэтому, если кто-то ищет пути отказаться от масла, но все-таки рисовать в похожем стиле, я считаю это хороший выход. После того, когда я выпустила свое первое видео по работе с желчью, мне кто-то написал, что если использовать хорошую акварель, хороших фирм, и хорошо очищенная желчь, как желчь фирмы Винза Ньютон, то эта акварель не потускнеет. Здесь речь идет о том, что сейчас материалы более лучшего качества, чем они были 200 лет назад. Поэтому сейчас можно начинать возрождать этот стиль, не боясь потерять картины. Ну вот, уже моя кошечка похожа на кошечку. Теперь мне надо решить, какое количество деталей я хочу воспроизвести. Другими словами, мне надо решить, насколько близко я хочу приблизиться к реализму. Когда я смотрю на картины разных художников, то мне больше всего нравятся картины, нарисованные в импрессионизме. Но для меня этот стиль очень сложный. Почему-то он для меня тяжело доступный. Мне легче воспроизвести реализм, чем импрессионизм. А в то же время, что интересно, когда я смотрю на супер реалистичные картины, они мне вообще не нравятся. В общем, одни парадоксы. Еще один вопрос, который ко мне поступил по поводу вот этой техники, это вопрос о кисточках. Какими кисточками все-таки лучше пользоваться? Я поняла так, что первый слой, когда он более-менее жидкий, то лучше наносить мягкой кисточкой. Но когда вам надо сделать блендинг, то есть когда вы делаете, например, светлый мазок, а рядом темный мазок, и вам надо их растушевать, то лучше использовать щетину. Можно ли в этой технике рисовать на холсте? Можно. Но лучше получается, когда холст мелкого плетения. На грубом холсте тоже получится, но просто надо будет больше краски и больше эту краску втирать в холст. Но я лично не могу держать свою руку в напряжении, она у меня начинает болеть. Поэтому я всегда держу кисточку так расслабленная. И давление на поверхность я прилагаю очень минимальное. Я также пользуюсь и маслом. Маслом я рисую очень редко, только летом у себя в гараже с открытой дверью. Но когда я пользуюсь маслом, то я всегда держу руку очень расслабленно и рисую такими расслабленными мазками. Было бы, наверное, интересно эту же кошку нарисовать маслом и потом сравнить, как это будет выглядеть. Но, скорее всего, я не смогу, потому что я не могу рисовать одно и то же, второй или третий раз. Мне просто становится скучно. Мне надо, чтобы каждый раз была новая тема. Но придет лето, я посмотрю. Может, я все-таки себя переосилию и для интереса, чтобы попробовать, все-таки сделаю маслом, а потом обязательно покажу на видео. Но это не обещание. Чем мне еще нравится работать в этой технике по сравнению с маслом? Тем, что мне не надо думать, когда я наношу первый слой темный, когда я наношу слой светлый. Дело в том, что в масле надо работать только от темного к светлому, потому что скорость высыхания разных цветов у масла разная. Например, белый высыхает очень медленно. И если вы нанесете в масле светлый слой, а потом сверху какой-то темный, то этот темный высохнет быстрее, чем светлый слой под низом. И потом, через несколько лет, когда нижний слой начнет высыхать, то потрескается верхний слой. То есть этот нижний слой его просто порвет. А вообще слово «высыхать» в масле используется неправильно, потому что масло не высыхает. Процесс высыхания – это отделение воды от поверхности. То в масле этот процесс идет образованием пленки. И потом эта пленка с годами становится толще. И именно толще она становится с внутренней стороны. Поэтому поочередность краски в масле очень важна. Но большинство людей, которые работают маслом, об этом не знают или просто, может, не задумываются. Лет так через 50 эта картина вся полопается. Одной моей хорошей подруге досталась картина по наследству от ее родителей. Эта картина была оценена в 15 тысяч долларов. Но проблема в том, что она вся потресканная, и краска начала в трещинах заворачиваться внаружу. А купили эту картину ее родители 50 лет назад у молодого художника. Ему там было года 22, наверное. И он сейчас еще живой и еще рисует. И продает свои картины. И моя подруга так сильно хотела к нему обратиться и спросить, что же это ты сделал, и что теперь мне делать. А эту картину ее родители купили 50 лет назад за 1 тысячу долларов. Тогда это были громадные деньги. Больше, чем сейчас 15 тысяч. Реставраторы просмотрели эту картину, проанализировали и сказали, что это результат неправильного нанесения краски. Результат того, что краска была нанесена в неправильной очередности. А сейчас, когда я работаю акварелью в этом стиле, то об этом мне задумываться вообще не надо. И это упрощает задачу. Мне осталось только нанести кое-какие тени и усы. А усы это как электрические провода. Они либо улучшат всю картину, либо ухудшат. Так как моя работа подходит к концу, и в принципе нет уже никакой пользы в том, что вы будете видеть палитру. Поэтому я хочу показать эту кошку. У неё такая интересная краска. Когда она в комнате, вот как сейчас, то она выглядит вот такой серебряно-голубой-серой. Но когда она выходит на улицу, и на неё попадает солнце, то у неё цвет меняется, и он становится какой-то лососевый. И она получается на каждой фотографии другого цвета. Вот как на этой фотографии, видите, совсем другой цвет. А иногда она получается вообще такая вот розовая, на лосося похоже. У неё глаза тоже меняют цвет. От жёлтого до оранжевого. В общем, эта кошка очень необыкновенная. Моё видео подходит к концу. Спасибо, что вы досмотрели его до конца. Я надеюсь, что я смогла ответить на все вопросы. Я надеюсь, что у вас появится какой-то интерес посмотреть моё следующее видео. Возвращайтесь на мой канал. Субтитры подогнал «Симон»